Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство Татаринформ. Добрый день. Тема обсуждения Татичи Гриф в Татарстане. И, Дмитрий Смитрович, первый вопрос, наверное, к вам. Вообще, первый случай, когда был зафиксирован, когда у нас в Татарстане фиксировались подобные случаи, насколько он был масштабный и, в целом, ситуация по России. Если вопрос гриппа птиц, вируса гриппа птиц затронут, значит, до 2017 года практически были единичные случаи Российской Федерации. Начиная с 2010 года, 2010 по 2016 год, как бы у нас считался Российской Федерацией единичными случаями благополучными. А вот, начиная с 2017 года, по сегодняшний день, уже, если в целом, по России Российской Федерации, около 30 спушек. В основном, это высокопатогенный вирус гриппа птиц среди домашних птиц. Но есть и среди дикой фауны. Это на сегодняшний день девяти субъектов Российской Федерации выявлено, они считаются неблагополучными по высокопатогенному гриппу птиц. Это какие же субъекты? В первую очередь, это, значит, Воронежская область, Калининградская область, Краснодарский край, Московская область, где вот зафиксировано 10 случаев вспышки. Республика Мариел, Республика Чечня, Ростовская область, Нижневородская область и в том числе и Республика Татарстан. 7 мая Республика Татарстана была зафиксирована, установлена в случае очаг возникновения высокопатогенного гриппа птиц АН5Х8. Это субхозяйствующий субъект Лаишевском муниципальном районе, поселок 25 октября. Общество ограниченной ответственности, птиц комплекс Лаишевский, где насчитывалось более 500 тысяч коренных сушек. Птиц фабрика была яичным направлением, где трудились около 100 человек. К сожалению, никто не ждал при разговоре с руководителем, учредителем этого предприятия. Выяснилось, что мы думали, что инфекция далеко, до нас не дойдет. Это может быть где-то там дали еще. Но практически мы ее не ждали и не готовились. Но при оперативной работе, совместной работе с главным управлением ветеринарией кабинета Министерства Республики Татарстан и нашими инспекторами Управления Росевского надзора по республике Татарстан была проводена большая работа. Сразу установлено. Практически мы 7 мая, несмотря на праздники, был установлен диагноз, поставлен в нашем подведомственном федеральном государственном бюджетном учреждении это Татарстанская межрегиональная ветеринарная лаборатория, которая обслуживает на сегодняшний день 6 регионов Российской Федерации, установлен, поставлен диагноз с патологическим материалом. И для подтверждения в этот же день отправлен материал в город Владимир. У нас есть специализированный, это федеральный центр здоровья животных в НИЗЖ. отправлен под материал и получили подтверждение. И с того момента в республике Татарстан пошел в список неблагополучных регионов по Российской Федерации по гриппу птиц. То есть это случай в Татарстане? Это первый раз в республике Татарстан. И я думаю, что дай Бог, что в этот последний раз. Первый за какое время? Ну, за первая волна прошла в 2005-2006-2007 годах. Мы тогда, как бы она стороной обошелась, подборные вакцинации проводили, была проделана очень большая, огромная работа. Постоянно тоже проводили просветительную работу среди населения. среди населения. Как бы наши крупные птицеводческие фабрики, предприятия, их у нас насчитывается более 10. Более 10. Мы сегодня считаем, что более-менее защищенной стороны обошлось. А вот нынешняя волна, которая началась буквально с декабря 2016 года, она мы не смогли отберечь. Но тут, конечно, может быть, и объективные причины есть. Хотелось бы, используя случай, предупредить всех, в первую очередь, конечно, это касается крупным птицеводческим предприятиям или птицфабрикам закрытого типа, чтобы о ней очень отнестись ответственно, потому что есть у нас инструкции, есть приказы, приказы, я уже не буду называть по номерам, они у нас все знают. Буквально мы уже проводили, начали проводить и продолжается проверка, вне полной проверки выездные. В первую очередь, мы начали эти крупные птицеводческие предприятия на биозащищенность, как они защищены от попадания водоплавивших, синантропных птиц. Почему мы останавливаемся на это? Потому что предполагаемый источник заражения, который у нас произошел, установили, поставили диагноз 7 мая в отношении хозяйствующих субъектов птицкомплекса Лаешском, это дикая фауна. Во время миграции инфекция попала, это вирус высокопатагинный попал через синантропные птицы. И в результате этого произошла контаминация, это значит заражение, если на народном языке сказать, с кормами, контаминация. Путем контаминации кормов заражение произошло у куртных сушек. Поэтому, значит, особенно относиться к серьезным вопросам биозащищенности, обеспечения корма, термическая или химическая обработка кормов, значит, химическая обработка постелочного материала, даже санитарные пропускники, которые, значит, обязательно должны во всех крупных птицеводских предприятиях быть и должны работать. Значит, принцип чистой зоны и грязной зоны, переодевание, значит, проезд и проход по сторонам лиц и по сторонам транспорта, дезинфекционные барьеры, это, значит, даже все сезонные, с подогревом, со всеми нашими требованиями, требования это ветеринарно-санитарные требования, о нем известны, чтобы они все учли. А вот в отношении личных подсобных хозяйств, личных подборья, тоже хотелось бы, во-первых, любой сельчанин или аграрник, или сельский житель, гражданин, который сегодня надумается приобрести любых видов, птицы любые, значит, знали, во-первых, откуда покупать, ради бога, не приобретайте ни санитарных местах торговли, без документов ни в коем случае нельзя, обязательно надо потребовать ветеринарно-санитарные, ветеринарно-сопроводные документы, дальше, какие корма, кормами, корма тоже надо, чтобы сопровождались, сопровождались корма ветеринарно-сопроводными документами. Далее, особое жесткое тревогие, значит, только содержать в закрытом режиме, чтобы не гуляли по улицам, не гуляли в огороде, в садовых обществах, практически любой вид птицы, пусть они, это куры, несушки, или бройлеры, цыпляты-бройлеры, или утята, или гусята должны содержаться только в закрытом режиме, под контролем, чтобы туда не попадала синантропная птица и изолированное содержание. Ни в коем случае содержать нельзя гусей с курами, индюков, значит, цыплятами и тому подобное. И если в случае появления падежа, или там массового, или такого, сразу же, оперативно обратиться в районах или городах, рай, ведь объединения у нас государственная ветеринарная служба работает, они работают довольно-таки оперативно, чтобы они были информированы и оперативно доставляли под материал или павшую птицу лаборатории. У нас два лаборатории. Первая, значит, наша подведомственная лаборатория, это ВГБУ, Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория, которая находится по улице Родины. Вторая лаборатория, ВГБУ, Республиканская ветеринарная лаборатория, которая находится по улице Даурской. В обязательном порядке. Это основное требование, что я хотел довести. Уточню, значит, причиной все-таки стали вот голод, да? Ну, мы не можем сказать голуби, там, может, чайки, может, вороны, может быть, другие, воробьи. Но факт, что... Почему? Потому что приезжал из специализированной лаборатории из города Владимира, значит, представитель, как бы человек уже ученый, практик, который много ездит по России, бывали и в Ростовской области, и он принимал участие в ликвидации высокопатагинного вируса грипп-птиц. Значит, по его мнению, заражение произошло раньше. Это пределы от 24-29 апреля. Ну, инкубационный период вируса, высокопатагинного вируса грипп-птиц-А составляет от 3 суток до 21 дней. В нашем случае практически, практически, вот, если в этом пределе произошло заражение вирусом, вот, от 24 по 29 апреля, мы думаем, что это молниеносно произошло заражение. И предполагаемый источник инфекции, как он уже, он скрывал, мы тут комиссионно провели скрытие нескольких птиц, и сделано заключение, исходя из этого, что предполагаемый источник это дикий фаунт. Но, несмотря на это, это нас, с нас не снимает ответственность, мы обязаны совместно с государственной ветеринарной службой проводить все мероприятия. И, я думаю, что мы все оперативно поступили и не дали ему распространяться. Сегодняшний день уже начат локализован, а работа продолжается, потому что карантин, карантин, она еще не скоро снимется. Я думаю, что об этом расскажет уже Александр Сергеевич подробнее. Скажите, пожалуйста, вот сейчас, сколько уже уничтожено зараженной продукции, в какую проверку проходит, и в каких сельских поселениях, в основных пунктах проверка проводится, и персонал сельскофабрик тоже проводится. Что делать для того, чтобы их обезопасить? Хотя, возможно, это, как вы говорили, не так опасно. То есть для людей это безопасно, но тем не менее. Что тоже дает персонал? Ну, как вы знаете, 7 мая текущего года на территории республики в четырех муниципальных районах и на отдельных территориях города Казани мы выявили 8 очагов высокопатогенного гриппа птиц. Первый очаг, как Руслан Дарис уже сказал, это первой причиной всех последующих очагов, это была птицефабрика Лаишевская, Лаишевского района. После подтверждения диагноза в лейтенантах в лабораториях были наложены ограничения. 10 мая и 16 мая указан президентом введены ограничения, объявлен карантин. С этого момента был проведен ряд мероприятий по локализации очагов инфекции и по недопущению распространения. На сегодняшний день очаги все локализованы во всех муниципальных районах, продолжается работа в этом направлении в Лаишевском районе, на самой птицефабрике. За истекший период на Лаишевской птицефабрике уничтожен методом сжигания все наличные по голове кур, который имелось, по нашим подсчетам это 528 тысяч 500 голов, было уничтожено. Вся продукция, которая была выработана в конце апреля и за весь период мая, за весь период неблагополучия, была собрана и тоже подвергнута уничтожению. Сегодня мы заканчиваем уничтожать последнюю партию яиц. Это порядка более трех штук яиц уничтожено, тоже методом сжигания. На сегодняшний день уничтожено 82 тонны остатки кормов, которые имелись на птицефабрике. Уничтожено 13,5 тонн мяса птиц и мясных продуктов, которые были получены на предприятии, неблагополучные погребы птиц. Практически от работы по уничтожению продукции птица она завершена. У нас остается еще какая-то часть кормов, которые продолжаются мероприятия по ее уничтожению. И основная работа на сегодняшний день по птицефабрике. Это проводится тщательная чистка всех корпусов, где содержалась больная птица, с последующей ее дезинфекцией. Составлен план заключительной дезинфекции на птицеволоческом предприятии. По нашим расчетам в течение июня месяца мы эти мероприятия должны закончить. На сегодняшний день работает 45 человек персонала, работают в две смены, три бригады. Кроме этого на постах и на самом предприятии задействованы еще 8 человек в государственной лейтенарной службе, которые тоже определенные мероприятия проводят по контролю, по дезинфекциям. По персоналу птицеволоческого предприятия необходимо сказать, что каждый ежедневно, каждый рабочий день начинается с медицинского осмотра всех людей, которые работают непосредственно в очаге. По состоянию здоровья, это вопрос, наверное, к медикам, но, насколько я информирован, жалоб со стороны людей не поступало. Общий эпидемиологический порог по Республике Тарстан в связи с возникновением птичьего гриппа, он также не превышен. Поэтому можно говорить о том, что это все-таки чисто грипп, опасный для птиц. Население Республики тут не затронуто. По тем очагам, которые были выявлены в муниципальных районах и в городе Казани, там также все мероприятия завершены, проведена заключительная дезинфекция в каждом очаге. И в настоящее время мы ждем только истечения 21 дня и будем просить президента снять ограничения. Мы предполагаем, что 6 июня, если повторных вспышек не будет зафиксировано, 6 июня по трём муниципальным районам по городу Казани ограничения будут сняты. У нас останутся только ограничения по самой птицефабрике, по Лаишевске. По муниципальным районам также было уничтожено 1103 птицы. Все эти птицы были закуплены на птицефабрике Лаишевская. Плюс к этому было подвернуто уничтожение ещё вся контактная птица, которая содержалась непосредственно во дворах у граждан, у населения. Вот первый комплекс мероприятий, который у нас прописан в указах президента, в принципе мы завершаем. В настоящее время работа продолжается по другой зоне, так скажем. Согласно указам президента у нас определенно 5-километровые, 10-километровые. Это зона, угрожаемые зоны и зона наблюдения. За этот период также было взят на карандаш каждая голова птицы, задержащихся в этих зонах. Был приведён клинический осмотр всего поголовья. И в угрожаемой зоне наблюдения на сегодняшний день у нас по уточнённым данным находится около 555 тысяч птиц. На сегодняшний день с нами отработан вопрос по её вакцинации, поэтому мы тоже хотели бы обратиться и к населению республики, чтобы они нам помогли провести эти мероприятия на должном уровне. Мы считаем, что вот эту вакцинацию провести обязательно надо, чтобы дополнительная защитная мера по недопущению распространения инфекции. Несмотря на то, что пока на территории республики новых очагов за этот период выявлено не было, но тем не менее, как представитель Россельхознадзора отметил, общая неспокойная ситуация в привозке в федеральном округе, она остаётся. Неблагополучие зафиксированы и в Самарской области, в Удмуртской республике, в Низугородской области и на территории республики Мариел. Там также предполагаются источники инфекции – это дикие перелётные птицы, поэтому мероприятия по вакцинации, мы считаем, будут очень полезны. Сегодня-завтра нам поступят вакцины из Тавропольской биофабрики. Департамент векинарии нас обеспечивал вакциной. Остаётся единственное у нас бумажное согласование. Окончательное решение по применять вакцинацию или не применять даёт главный государственный инфектор Российской Федерации. При получении положительной визы мы к этим мероприятиям приступим. Мы хотим подвергнуть вакцинации поголовья, которые находятся в угрожаемой зоне и в зонах наблюдения. Как я уже сказал, это около 55 тысяч. Кроме того, на территории республики имеется 11 крупных птицеводческих предприятий, работающих в закрытом режиме, где содержится порядка 14,5 миллионов птиц. С целью обезопасить и данные птицеводческие предприятия, и личные подсобные хозяйства граждан, которые находятся в непосредственной близости от этих птицефабрик. Чтобы у нас не повторилась такая же история, мы тоже хотим охватить вакцины профилактики, личные подворья граждан. Также был проведен учет каждой головы. На сегодняшний день в этих зонах, в буферных зонах, как мы их называем, содержится 285 тысяч птиц. Также при получении положительного согласования со стороны органов Росельхознадзора, мы к этим мероприятиям приступим. Кроме того, также в рамках исполнения приказа необходимо проведение таких мероприятий, как мониторингу на птичий гриб, имеющийся в наличии птицы. К этим мероприятиям мы также начинаем приступать. В первую очередь будут охвачены населенные пункты, которые находятся также в угрожаемых зонах и в зонах наблюдения. Вакцинация для населения платная? Нет. Вакцина приобретена за счет федерального бюджета, поэтому вакцинация будет ошляться бесплатно. Расходные материалы, конечно, ветераны службы тоже будут покупать за свой счет, поэтому все мероприятия... Вирус грипп — категория особо опасное заболевание, поэтому тут все мероприятия должны проводиться на безвозмездной основе. Самое главное, что основной бой зависит, чтобы по желанию, желание было у граждан, а не чтобы изъявили желание и инициативы выходили. Бывает ведь как бы... Мы же, исходя из прошлого опыта, прошлых лет, некоторые даже не открывают, говорят, мы, говорят, резать будем. У нас вот в следующей неделе мы пустили на забой, на мясо. Вот такие могут быть казусы. А с чем вы были вакцинации? Ну, знаете как, нет, не опасно, но есть люди, которые иногда игнорируют, даже вот среди людей есть, понимаете, вот кто вот, особенно детям тоже. Кто-то говорит против, что вакцинация, иммунопрофилактик проводили. Поэтому здесь надо учитывать, особенно это касается первоугрожаемой зоны и зоны наблюдения, особенно тем, вокруг крупных петиционских предприятий, фабрик. Это 100%. Если вакцинацию проводить, значит, надо ее 100% проводить. Здесь не надо относиться. Ну, я тоже хотел бы подчеркнуть, именно вот обратиться к населению, к гражданам, проявить максимум сознательности. Потому что вот на том примере, как сгорела птицефабрика Лаишевская, в республике причинен огромный экономический ущерб. Огромный экономический ущерб понес сам владелец данной птицефабрики. Ущерб понесли те владельцы, которые приобрели вот эту больную птицу. Ну, только продукцию. И продукцию. Поэтому, если человек не хочет быть на этом месте, поэтому необходимо согласиться на проведение данного мероприятия, обезопасить и себя, и окружающих. И, в принципе, от каждого зависит и экономика целой республики. Это не частный вопрос, это вопрос как-то... Вы же говорили об ущербной экономике. Очень многие стали говорить о том, что ожидается повышение цен, соответствующих на... Мы думаем, что если учесть, у нас ведь по производству яиц, это предприятие, которое у нас ликвидировано, оно где-то по порядку составляло 80%. У нас рядом, буквально в Лаежском районе, птицефабрика Яротель. Там сегодня содержится порядка около трех миллионов кур несушек. Поэтому здесь они производили в основном только яйца. Да, название по брендам деревенка. Но наши продукции, птицефабрики, в частности яиц, мы сами себя можем обеспечивать. Мощности хватает. Птицефабрики все работают полной мощности. Они обеспечены кормами, добавками. Специалисты, кадры там имеются. Поэтому здесь нам кажется, что повышение цен не ожидается. Получается, Лаежском районе, птицефабрики сейчас вообще не работают? Нет, они уже давно не работают. Они уже практически седьмого, как установили диагноз, яиц, продукции. После сферы карантина? Они запланировали, что если все те требования, наши требования, это ветеринарно-санитарные требования, требования, которые приказ у нас есть, приказ 104-й, если исполнят все пункты, они планируют заново закупить и заниматься разведением, содержанием, разведением яиц и курины суши. Почему? Потому что оборудование у них новейшее, испанского производства. Люди все равно есть кадры, они планируют. Александр Ильич, хочу уточнить, вы сказали, что последняя партия 3000 штук уничтожена, да? Нет. Нет, нет, в целом более 3 миллионов штук яиц уничтожено. Всего было уничтожено. Вот этот период. Всего уничтожено. Так, Казань и 3 муниципальных района, вы говорили, вы их озвучили? Нет, он не озвучил. Нет. Какие районы? Нурладский район, Ютазинский и Рыбно-Славудский. Вот, 4 муниципальных района, получается. Да. Плюс Лаишевский район, Дипсицыфабрика. Да, и 5-й это будет. И город Казань. Город Казань, Савицкий район. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство Татаринформ